Итак, перед нами новая игровая консоль TurboGames. Как и предшествующие модели, она выполнена в классическом форм-факторе, обладает стильным внешним видом и эргономичностью. Устройство работает на базе операционной системы Android версии 4.1.1. Пламенный мотор консоли, процессор ARM Cortex-A8 с частотой 1 ГГц. TurboGames также снабжается графическим процессором PowerVR SGX531 и оперативной памятью 512 МБ. TurboGames поставляется с зарядным устройством, наушниками, USB-кабелем, руководством пользователя и гарантийным талоном. Устройство поддерживает флешкарты объемом до 32 ГБ и обладает 8 ГБ собственной памяти. В центре расположен главный орган управления, емкостный тачскрин диаметром 5 дюймов. По бокам дисплея располагается камера 0,3 Мп, а также кнопки игрового контроллера, D-pad, джойстик, кнопки действий и навигации по операционной системе. Сверху располагаются клавиши включения и регулирования громкости, а также три разъема для зарядки, наушников и USB-кабеля. Здесь же находится микрофон и шифты. Снизу расположена кнопка сброса, а также гнезда для подсоединения мини-HDMI кабеля и флешкарты формата microSD. Девайс сделан из глянцевого пластика. Кнопки нажимаются мягко и не издают лишнего шума или скрипа, а качество сборки внушает доверие. Операционная система Android предлагает нам 5 экранов рабочего стола. На центральном экране, кроме ряда ярлыков, рабочий стол по умолчанию отображает виджет фирменного графического интерфейса GameX, показывающий 4 недавно запущенные игры. Сам же интерфейс собирает ярлыки всех установленных игр в одном меню и позволяет просматривать их либо общим списком, либо по отдельному списку на каждую консоль. Кроме андроидовских игр, TurboGames поддерживает эмуляцию таких приставок, как Dendy, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Nintendo 64, Sony PlayStation 1, различных моделей Game Boy и даже такой экзотики, как Neo Geo. Помимо предустановленных игр и приложений, мы можем обнаружить и другие полезные программы, например, читалку электронных книг FB Reader, Skype, Facebook и Twitter, Gmail, а также десятую версию проигрывателя Adobe Flash, позволяющего воспроизводить потоковые видео с высокой скоростью загрузки. FB Reader удобное и простое в использовании приложение для чтения электронных книг и текстовых файлов. Размер шрифта и ориентацию экрана можно легко сменить, что обеспечивает комфортное чтение в любых условиях. Отдельного внимания заслуживает приложение Super User, открывающее доступ к системным файлам. С его помощью можно менять ранее недоступные настройки и подстраивать систему под свои нужды. Попробуем поиграть. После запуска образов приложение Эмулятор предлагает на выбор два режима, одиночную или многопользовательскую игру. В некоторые игры можно играть сразу нескольким игрокам, использующим разные приставки и Wi-Fi соединения. Эта функция называется Ad-Hoc Multiplayer и является эксклюзивной особенностью консоли Turbo Games. А теперь попробуем андроидовские игры. Как видно, даже требовательные игры идут на Turbo Games без труда. Кроме того, некоторые из игр позволяют переназначить управление на физические кнопки, что делает процесс игры еще динамичнее и увлекательнее. Смотреть HD-видео на 5-дюймовом дисплее приятно. Устройство также снабжено двумя динамиками, расположенными на задней панели, которые звучат достаточно громко и при этом чисто, без надрыва. Экранная клавиатура удобна как в пейзажном, так и в портретном режиме. Веб-страницы загружаются довольно быстро и отображаются корректно. Гладкая прокрутка и быстрая реакция на жесты масштабирования делают веб-серфинг приятным и продуктивным. Еще одной особенностью Turbo Games является предустановленный проигрыватель YouTube, с которым любой ролик загружается и воспроизводится быстро и качественно. Turbo Games просто освоит, даже если это ваше первое устройство на базе Android. Вы всегда сможете легко найти нужную информацию в интернете или поиграть в любимые игры. С Turbo Games вам не придется скучать в дороге, а в учебе или на работе консоль станет прекрасным помощником. Заказать Turbo Games можно на сайте gamepitstop.ru. Подписывайтесь на канал RussaBitM, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова